Ребятушки, всем привет из США. Сразу к делу. Неутешительные новости приходят из российского сегмента интернет, что творится на цифровом поле России. Сегодня есть такой депутат Антон Вадимович Горелкин, опубликовал очередной пост у себя в телеграм-канале. Горелкин это не только депутат, он еще отвечает за цифровую безопасность Российской Федерации в интернет, то есть является зампредседателя. И с недавних пор он сам себя, ну или вынудил других назначить себя любимого главой организации РОЦИД. То есть эта организация тоже отвечает за обращение личных данных в российском сегменте интернет. В общем Горелкин сегодня написал пост, все это привязал к саммиту НАТО, цель которого оклеплять Россию еще больше, запинать ее в самый дальний пыльный угол и лишить ее голоса на цифровом пространстве интернет. То есть ФБР спит и видит, как бы дать указания владельцам соцсетей Ютуб, Инстаграм, Телеграм, в том числе, да, он сказал про Телеграм, ребята, чтобы российские каналы, которые говорят правду, убрать. Горелкин слов на ветер не бросает, я вам точно скажу, я за этой шельмой слежу очень-очень давно, по крайней мере его телеграм-каналы и Инстаграм-канал у меня в поле видения, как среди прочих, чтобы контролировать, то есть что происходит на информационном поле интернета. В том числе и в российском сегменте. Мне стало интересно, я написал ему сообщение, я знаю, что он ответит, поскольку этот товарищ особо ошибки не занят сейчас, как и всегда. Написал такой вопрос, типа, что делать нам? Опять же, изобразился российского блогера. Что делать нам, российским блогерам, которые годами зарабатывали на Ютуб, в элитном каналы, имеют там сотни, тысячи подписчиков? На что Горелкин ответил где-то через час. Он написал буквально следующее, что да, типа, вам следует готовиться, то есть там данные свои изымать, видео, переходите в срочном порядке на российские платформы, в том числе на хромой Рутуб, хромой на две ноги. Может быть, на недоделанный Росграмм или что там еще. Якобы Горелкин говорит, я об этом предупреждал еще год назад, поэтому, да, информация про Дима Ютуб будет блокироваться. Это сообщил лично мне депутат Госдумы, чье лицо ответственное за цифровую безопасность в Российской Федерации. Как это не прискорбно, ребята. Многим придется терять, наверное, своих российских подписчиков. Мне свои три подписчика, которых я очень вас люблю, ребята, уважаю за ваши комментарии. Моих троллей обожаю просто. Вот. Но я, опять же, проанализировал ситуацию и могу точно сказать, прям предрекаю, вангую, что все это делается по двум причинам. Всегда есть два пути. Но поскольку, зная, как российское руководство любит делать многоходовочки, первое из многоходовочки это все-таки ограничить людей к просмотру вредного контента. Побуждающего к чему-то такому, что будет как-то вредить власти, подрывать ее авторитет. В том числе, я не знаю, там у Строевкина диверсии, там сжечь релейные шкафы на железной дороге, может быть. Вот. А вторая главная многоходовочка это скоро появится, опять же, это со слов Горевкина. Российский ВПН. Официальный ВПН, да, это, конечно, нонсенс, что российский ВПН появится, да? Что это такое? А что это такое, ребята? Прекрасно вы знаете, что используя ВПН, вы можете заходить на запрещенные сайты. То есть все другие ВПН, кроме вот этого правильного ВПН, будут блокироваться. Если вы думаете, что заблокировать ВПН нельзя, вы ошибаетесь. Это обычный сайт, по сути, тот же. И они просто будут постоянно пополнять базу знаний об имеющихся ВПНах и постоянно их блокировать. В общем, суть следующая. Этот ВПН, который уже разработан, скорее всего, сделан и уже просто допиливается. Потому что они делают все просто так. Здесь заявление, блокировка Ютуба, и тут же вывалится ВПН, которым вы как бы можете пользоваться. Но государство, оно хочет само воровать наши данные. Оно не хочет давать их Google, Telegram. Оно хочет само располагать информацией. Что вы смотрите? Что вы слушаете? Какие сайты посещаете? Какая порнушка вам нравится? Чтобы, не знаю, контролировать, во-первых, вас. Знать ваши доступы, пароли, явки и прочее. Все это можно узнать. И в конце концов, продавать вам какую-нибудь рекламу, какую-то дичь. Это тоже хороший бизнес. В конце концов, жена Горелкина в Кемеровской области занимает одну ключевую должность. Определенный портал, сайт у нее есть. Она занимается рекламой. И он запросто может отдать ей этот бизнес. Либо поставить ее на одну из ключевых должностей, которые будут заниматься вот этой рекламой. И вуаля, чета Горелкиных будут королями нового времени. Одними из королей нового времени. Все элементарно, ребята. Все деньги, на всем завязаны деньги. Не зря Горелкин так недавно гнобил Яндекс. Хочет засунуть свои щупальца сами везде. В общем, ладно, я отвлекся от темы. Ютуб будет заблокирован. Появится ВПН, который будет воровать ваши данные. И чета Горелкиных будет зарабатывать на этом хорошие деньги. И мы лишимся подписчиков. Поэтому будем вещать для пользователей из Узбекистана, Казахстана, Украины. Может быть, где-то из Грузии, из Армении немножко. Кому будет интересна эта тема. Ну, а так в основном будем записывать ролики для наших родственников и отправлять напрямую. Не знаю, в одноклассниках, наверное. Вот такие вот, ребята, неутешительные новости. Депутат Горелкин объявил о скорой блокировке YouTube и других сервисов иностранных. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Если это имеет смысл, конечно. И бросайте донаты биткоинами. Всем пока.